24 часа в пустыне. Где мы? Я сейчас умру. Афки, лед! Сушеную рыбу с морской солью. Кто это ползает, Юмич? Кто это? Это краб, который маскируется под песок. Что такое? Привет, я Анимэджик. И прямо сейчас мы с моей собакой Юмичу находимся на необитаемом заброшенном пляже с красными крабами, рачками, морскими ежами, опасными ястребами, ящерами, скорпионами, муравьями. Тут нет ни одного человека и нет детей. Мертвая зона. Мы летели сюда специально на самолете, потому что вы собрали огромное количество лайков на видео, где я сказала, что если вы соберете очень много лайков, то мы снимем вам безумные 24 часа. Одну из ваших самых любимых рубрик. Собираем на этом видео много-много лайков. Давайте 50 тысяч. И как только мы их собираем, мы сразу же отправляемся снимать очередные 24 часа в самых безумных местах. А вот нашей кисе Алисе эта идея бы не понравилась. Помните, как она отреагировала на море? Волн испугалась, меня исцарапала, поэтому она была рада остаться дома, ловить своих мышек и валяться на дорожках. Несмотря на то, что мышей она ловит, она их не ест, а только приносит. А вот есть она предпочитает дома. Интеллигенция, понимаете ли? Так вот, я постоянно обозреваю для вас всякие штуки для питомцев и говорю вам, пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я оценила, какой товар или корм. И вот недавно в комментах я увидела такой вопрос про корм Боул Вау. И я сразу же решила его купить, потому что я сама в постоянных поисках хорошего российского корма для киса Алисы. Вы знаете, она у меня еще та придирчивая капризуля. И еще, чтобы всегда был в продаже и легко было найти. Я заказала его на Азоне, приехал очень быстро. И что я сразу оценила? Упаковка. Очень стильно выглядит, качественно. И замочек, чтобы корм не выветривался. Но для нас с вами, конечно же, самое главное не дизайн, а что? Правильно, состав. Потому что мы хотим с вами, чтобы наши котики ели полезную еду, а не непонятно что. И состав Боул Вау, я считаю, отличный. В нем 71-73% животного белка. Это очень много, это прям хороший уровень. Значит, там реально много мяса, а не куча всего ненужного, как бывает. Гранулы хорошего размера. И запах приятный, и просто очень часто кошачья корма воняют чем-то непонятным. И я не шучу, меня иногда прям воротит от этого запаха. Возможно, все дело в том, что у него полностью натуральный состав. Никаких искусственных консервантов, усилителей вкуса. И главное, есть все нужные котикам витамины и минералы. Я прочитала, составы делались вместе с ветеринарными экспертами России. Наша киса Алиса, как лучший эксперт, попробовала все корма и на удивление ест хорошо все. Хотя она очень привередливая. Но особенно ей зашел с индейкой для стерилизованных кошек, будто она сама знает, какой корм для нее лучше. У них есть еще с индейкой и яблоком просто для взрослых, с тыквой для тех, у кого пищеварение не очень. А еще есть для котят. И когда я его заказывала, была акция и при покупке давали промокод. И если вы прямо сейчас пойдете и закажете своему котику Бол Вау на Озоне, вы можете воспользоваться моим промокодом, который дает скидку аж 40%. Это почти половина цены. Можно не 400 грамм или полтора килограмма брать пачку, а сразу 4 или 8 килограмм. Представляете, какая будет выгода? Я реально считаю, что корм очень достойный. Тем более с такой скидкой. Поэтому я ссылку и промокод оставлю для вас в описании. Торопитесь, пока акция действует. И погнали дальше. Если мы не найдем себе пропитание, нам придется есть вот этих крабов. Можем попробовать их пожарить на костре. Или есть прям так вживую. Он меня укусил! Кстати, наши подписчики в Телеграме самыми первыми узнали, куда и когда мы отправляемся. И они пишут много комментариев, мы с ними общаемся и обсуждаем, поэтому обязательно подписывайтесь. А еще я наконец-то завела себе аккаунт на Бусти, и там будут разные уровни подписки. На каждый из них будет такой контент, которого не будет нигде. Ни в ВКонтакте, где я провожу розыгрыши, ни в Телеграме, где мы общаемся, ни в Инстаграме, ни в Яндекс.Дзене. Вообще нигде. Сейчас вы можете подписаться, просто чтобы поддержать наш канал, наш контент. Мы очень стараемся для вас. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, потому что мы идем к 3 миллионам. Ну что же, у нас сейчас практически 12 часов дня, но мы приехали сюда очень рано. Как мы здесь оказались? Итак, мы с Юмичу домчали до аэропорта. С мимомом вещей мы сейчас полетим на тот самый необитаемый пляж, который я нашла. И где мы будем снимать, проводить наши 24 часа. Взвешиваем Юмичу и проходим регистрацию. Юмичу вот так вот в сумке с поилкой и еще какими-то своими вещами весит 4,6 килограмма. Пока мы ждем самолет, когда я нашла этот пляж, именно тот самый, который нам нужен, где не будет людей, я на это очень надеюсь, я проверила маршрут, как нам туда добираться, и поняла, что нам придется лететь на самолете. А для этого Юмичу нужна специальная отдельная справка. Мы пошли в круглосуточную ветеринарку, чтобы взять эту справку. То есть ночью мы получили эту справку, купили билеты и уже утром рано мы вылетаем. Ну что ж, мы с Юмичу садимся в самолет и вылетаем. Хорошо, что я взяла в куртку, потому что я в шортах и в футболке, а в самолете оказалось так холодно, что даже в куртке не совсем тепло. Юмичу по правилам самолета должна быть вот так вот под сиденьем, в переноске. На самом деле мои собаки все уже приучены спокойно летать, переезжать куда-то и все такое, поэтому Юмичу чувствует себя довольно нормально, она просто сейчас проспит весь полет и все окей. Мы с Юмичу прилетели! Мы приземлились и сейчас прямо с самолета мы пересаживаемся в машину и будем еще ехать какое-то время, чтобы добраться до того самого таинственного необитаемого пляжа ради нашего видео. Так что мы погнали! Итак, раннее утро, очень сильный ветер, надеюсь, меня слышно. Морские ежи лежат на камнях, мертвые. Посмотрите туда, это же бесконечность, конец света! Да, цапля ходит, и еще одна, они разноцветные цапли ходят, ловят, видимо, рыбку. Очень буйное море, очень холодно и ветер, но мы же мэджики, мы должны будем попробовать искупаться. Вот там, где установлены палаточки, есть вот такая вот прибрежная кафешка. Я знаю, что здесь есть другой пляж, маленький и тайный, про который мало кто знает, и мы отправимся именно туда. Юми переметила уже все, что можно на пляже. Так что вместо того основного пляжа мы идем на вот эту горку из песка. Покемон меня догоняет. Я завалена вещами, солнце слепит в глаза, поднимаюсь по песку в сланцах. И когда мы преодолеваем этот песок, мы попадаем на тайный пляж. Он находится между двух гор, и здесь никого нет. Я доползла с этой огромной горой вещей, и здесь одни мы. Мы не умрем. Подстилка, юмин поводок, зонтик, иначе мы тут превратимся в котлету. Юмин дом, там еще много вещей. Шляпа, мой рюкзак. Юмичу уже куда-то умотала. Я надеюсь, видео 24 часа на пляже не превратится в я потеряла Юмичу. Где ты ходишь, а, покемон? У покемона не открываются глаза от солнца. Это необитаемый пляж. И я надеюсь, нас не съедят эти жуткие птицы, которые над нами летают. Мы не утонем, не замерзнем, не умрем. В сланцах ходить неудобно, поэтому по песку будем ходить босиком. Песок холодный, потому что очень рано утром. Сейчас опробуем это буйное море. Насколько оно ледяное. Отлично! У меня мокрая одежда. Прекрасно. Вода ледяная. Прекрасное начало 24 часов. Я самый умный человек на земле, поэтому я не взяла штатив для камеры. Поэтому мне придется искать камни. Все как в средние века. Это наш штатив. Интересно, как я буду его переносить. Я устала. Крабик. Для начала хочу представить вам мою коллекцию. Эту футболку я разрисовала сама. Вот так я приобрезовываю свои старые вещи. Надоело? Не покупай новую. Измени и носи дальше. Магия. Вон, вон, парят, кружат эти соколы. Это какие-то ястребы. Какие-то чуваки, которые опасны, знаете, чем для маленьких собачек и кошечек. О, он прям над нами кружит этот орел. Мамочки, не надо тут летать. Мы ничего тебе не дадим. Лети домой. Здесь ничего нет. Давай. Пока. Он прям надо мной летает. Он что-то хочет у нас украсть. Зачем он вот над нами прям летает? Я слышала очень много историй о том, как большие ястребы, орлы, соколы и всякие вот такие животные, которые ловят мышек, тушканчиков и так далее, уносят кошечек и собачек. Я даже видела такие видео, поэтому нужно быть очень аккуратными. Прекрасно. Он продолжает летать. Солнце уже очень сильно поднимается. Юми, наверное, мне не будет помогать, так как мы летели на самолете. Я в мокрых шортах. Мне холодно. У нас очень мало вещей. У нас не было багажа. Первым делом на нашем необитаемом пляже нам нужно установить зонт, потому что солнце такое яркое, что мы можем превратиться в шашлык. Профи-установщик зонтов, который делает это на самом деле вообще первый раз в жизни. Я так понимаю, его надо достать из чехла. Итак, у нас тут есть две части. Вот эта вот штука, наверное, это то, что нужно воткнуть в землю. Его надо вкрутить. Конечно, Юмичу. Ты не помогаешь. Если бы у тебя было столько сил... Та-дам! Теперь мои мокрые шорты еще и все в песке. Прекрасно! Скорее всего, это работает как обычный зонт. Нажимаем кнопочку. Ах, Юми, прости. Готово! Мне кажется, у нас проблема. Почему-то тень от нашей крыши находится в нескольких метрах от нашей крыши. Надеюсь, что когда солнце встанет выше, так как сейчас очень рано, наша крыша будет работать правильно. Это моя мексиканская шляпа. Она нужна для того, что если будет очень солнечно, то можно будет защититься хотя бы от солнца вот так. Повесим ее, чтобы она не валялась в песке сюда. Надо постелить ее так, чтобы можно было ее со всеми вещами передвигать по тени зонтика. Тем более, что нам предстоит еще и спать. Моя вешалка не работает. Так как нам еще придется здесь и ночевать, мне пришлось взять с собой Юмин домик, потому что она летела на самолете, и он ей может пригодиться. Покрывало. Надеюсь, оно на нас согреет. Юмин домик, в котором она летела, будет ей служить еще и домиком ночью, потому что может быть очень холодно. Если я ее не смогу согреть, и мы не будем лежать и согревать друг друга, то Юми будет спать в домике. Почему все в песке? Потому что мы на пляже, Аня. Прекрасно. А вы пока что пишите свои комментарии, потому что самые интересные, длинные, прикольные появляются. Итак, рубрика, что в моей сумочке. Начнем с Юминой сумочки. У нее тут полотенчика, если вдруг она захочет искупаться. Мне очень нравится этот домик тем, что он не только домик, но еще у него есть кармашки. Это очень удобно, потому что в них можно очень много всего допихать. Вот это вот у нас поилка, кормилка, я называю. Как вы видите, здесь нет части для воды. Великая экономия пространства. Я не взяла вот эту часть, в которую наливать воду, потому что все равно с водой в аэропорт не пускают. Я купила отдельно бутылку воды, когда мы уже сюда прилетели. И я буду наливать воду из бутылки вот сюда Юмичу. А когда она будет кушать, я буду насыпать сюда корм. Она поела, и я налила туда снова воды. Вот так это работает. Вот так Юмичу будет у нас пить. И оттуда же есть экономия места. Вот в этом кармашке у нас непромокаемый пакетик с количеством нужным корма, чтобы не тащить целый мешок корма. А также пакетики для юминых какашек. Даже несмотря на то, что мы на пляже, какашечки за собой мы все равно будем убирать. Потому что мы за экологию. Не хотелось бы, чтобы кто-то засрал этот прекрасный пляж. Ни люди, ни собаки. Сейчас я перенесу наш прекрасный штатив поближе. Полчаса я просто пыталась установить телефон на эти камни. Это капец. Полотенце, пачка чипсов. Да, это то самое необходимое, что Анимэджик могла взять на необитаемый пляж. Если ресторанчик на первом пляже не работает, и я совсем буду умирать с голоду, что уже начинается, потому что я еще не завтракала, то придется есть вот эту гигантскую пачку чипсов. Кто-то сейчас такой подумал. Ну да, Аня. Чипсы это лучшее, что ты могла взять. Нет, я взяла еще. Скидлся в МДМС. Потому что у меня не было времени заехать ни в какой магазин, ни в какой магазин. Единственный ларек, который был недалеко по пути. В нем было только это. Прекрасно. Солнечные очки, потому что солнце слепит очень ярко. Что это у меня здесь такое? Почему они все грязные в шерсти? Мини-аптечка. Крем от солнца. Очень важная вещь, потому что солнце печет. Надо было вот именно сейчас намазаться, теперь я вся липкая, и ко мне прилипает песок. Ветровка. На случай сильных ветров они здесь есть. Запасной купальник. Волна очень сильная, море очень холодное. Еще один пакетик. Нет, это пакетик не для моих какашек. Хотя он может мне здесь очень сильно пригодится, особенно ночью. И вода. У меня здесь прям несколько бутылок, они прохладные, поэтому пусть они лежат вот здесь в рюкзаке. Я очень надеюсь, что айфон не умрет до конца наших съемок, потому что он уже падал несколько раз, а еще тут кругом песок, он уже весь в песке, микрофон в песке. Прекрасно. Плавательные очки. Ну а что, вдруг мне придется ловить рыбу, если мы не добудем еды? Мне же нужно видеть под водой, да? То покемон. По поводу собаки нельзя забывать ей ни в коем случае воду. Ее обязательно нужно поить, потому что может быть обезвоживание. Также у нее может быть тепловой удар. У меня есть ролик на канале, что делать, если у собаки случился тепловой удар. У нас здесь есть прохладная водичка. У нас есть специальная тряпочка, которую можно было намочить прохладной водичкой. И охлаждать Юмичу, но лучше всего ей не находиться постоянно на жаре, на солнце. Сейчас пока раннее утро и не так холодно, но потом, когда будет очень жарко, в 12 часов, лучше спрятаться куда-нибудь в тенек и переждать. Для собачки тоже хорошо иметь с собой полотенце, а также простую какую-нибудь банальную аптечку на случай, если ее кто-нибудь укусит. Какой-нибудь скорпион, оса или еще что-нибудь такое. Или она поцарапается или поранится. Тут рядом с горой, недалеко от нашего местечка, просто мы одни, мы одни здесь вообще. Есть вот такие вот колючки, и на этих колючках я сушу одежду. Природа нам в помощь. Камни вместо штатива, колючки вместо вешалки. Ну что ж, у нас полдевятого утра. Тут обитает очень много животных. Вот там на камнях сидят какие-то птицы, типа бакланов. Они ловят рыбу в этих безумных волнах. Юмичу-то будет чем питаться, а вот мне? Ну что ж, сейчас мы пойдем искать себе пропитание. Я надеюсь, эта кафешечка открытая, нам не придется питаться 24 часа чипсами. Мне, а если так, то прекрасно. Песок реально очень глубокий, и по нему действительно не всегда легко пробираться. Кафешечка вот такая вот, достаточно большая, и тут всего три человека. Несмотря на удаленность от цивилизации, в этом кафе даже есть завтраки и вообще еда, так что с голоду мы не умрем. Прекрасно. Это будет наш первый завтрак здесь. А потом отправимся изучать этот длиннющий пляж, потому что, если видите, там вот стоит какая-то конструкция. Нам нужно попасть туда до 12 часов, потому что потом наступит адская жара. Уэф-индекс, если вы знаете, что это такое, будет просто вызаченны, и лучше это время провести в тени. Итак, нам принесли фруктовую тарелку для начала. Для начала, потому что нам еще принесут кофе, а еще панкейки. И, да, очень много еды, потому что нам надо... Юми, что? Блины. Надеюсь, это вкусно. Юми, вот такое тебе точно нельзя. Нет, вот такое тебе точно нельзя. Блины невкусные. Я только что обратила внимание, что не работал микрофон. У меня просто аж сердце заболело, я прям могу просто взять и упасть тут на этот песок. Нет, нет, за что мне это? Ну почему? Ладно. Раз уж так, несмотря на то, что нам здесь стремно, жарко, крипово, ужасно и опасно, я озвучу этот кусочек заброшки, которую мы нашли на небитаемом пляже. Для вас очень весело и интересно. Раз уж я такая тупица! Впереди в километрах ста есть заброшенный лагерь. Сейчас мы добежим до туда. Осталось километров девяносто. А гробная птица продолжает надеяться нас поймать. Она не выглядит, как воробей или ворода. Голуби тоже обычно не охотятся за людьми и животными. Разбах крыльев широкий. Не похоже на седицу или снегиря. Кажется, у меня отказала почка. Это место гордо называется Дезиерто Дон де Соло Бан Лос Идиотас. Тут очень много песка. Песок это такая штука, как сахарный песок, который мы добавляем в чай. Только бежевого цвета, она сжжет ноги. И если ее вот так размешивать, она не растворяется, в отличие от песка и сахара. Все красивое очень опасно. Эти чудные крабы заманивают вас вашим же любопытством. Вы пойдете за ними, со временем умрете от старости, а они могут съесть ваше тело. А это дикая игуада. Она прячется, потому что не хочет нас видеть. Ей неприятно смотреть на нас. А вот этому вараду все равно. Он не убегает. Возможно, он совершенно слепой. Или считает, что мы симпатичные, и он сможет с нами подружиться. И только потом уже съесть. Пока мы добираемся до лагеря, по пути можно встретить мертвую рыбу. Ее душа выбрала жить на берегу, и она вышла из моря. Довольно крупная особь. А к рыбам ежам лучше не прикасаться. Даже в мертвом состоянии они желают нам смерти. Да верно, все эти существа выбирают пустыню, потому что здесь тепло, а в воде холодно. Мы почти дошли. Но что это за препятствие возникло на нашем пути? Дотянута какая-то сеть. Возможно, бестные жители были мудрые и использовали ее как раз для ловли этих опасных птиц. Здесь целое здание без крыши, но с отдельными комнатами. Можно допустить, что люди, жившие здесь, были очень некрупные. Раз жили в таких маленьких пространствах, но любили уединение. Ведь тут есть двери. Проверим, осталась ли тут вода. Удивительно. Но это не вода. Ведь вода – это такая прозрачная жидкость без вкуса и запаха. А эта жидкость пахнет туалетом. Не будем пробовать ее на вкус. Тут еще один уличный кран. Тут явно когда-то кипела жизнь. А может быть и есть. Просто жители этого таинственного места – невидимки. Возможно, они ходят прямо рядом со мной, слева или справа, а может быть даже сзади. Но наш с вами глаз их не видит. А возможно, это какая-то исчездущая цивилизация. В таких загонах обычно выращивают яйца черепах. Здесь все в следах маленьких черепашат. Они бегали по песку туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Значит, черепахи приходят и откладывают тут свои яйца. А местные жители перекладывают их за год. А затем выпускают черепашат из загонов в море, когда те окрепнут и станут самостоятельными. Загадкой место остается только, зачем им такой большой цветочный горшок. А это, видимо, их герб. Пора отправляться дальше. Вон там виднеется еще одно заброшенное место с духами бесных. Всего пару сотен километров. Время приближается к 12 часам. Становится уже достаточно жарко. Над нами кружат эти, блин, ястребы. Юмичу уже тяжело идти, но мы наконец-то дошли до вот этой штуки, которую мы увидели издалека. Я сейчас посмотрю, что это, и мы побежим обратно. Так, Юми, сиди тут в тени, не под солнцем. Прекрасный был завтрак. Меня до сих пор тошнит. Короче, это реально точно такая же конструкция, только огромная, как мы видели там. Юми просто, мне кажется, не может открыть глаза от песка, от этого ветра, от солнца. Вот тут вот горячо, а вот тут так прохладненько. Да, покемон? Нет, ни Wi-Fi, ни интернета, но самое главное, тут даже не ловят сим-карты. Просто телефон на нуле. Я вам покажу сейчас скрин, я просто снимаю он прямо на телефон и не могу показать со стороны, но я покажу скрин. Это капец. Это не 24 часа на необитаемом пляже, это 24 часа в пустыне. Где мы? Кто-нибудь? Мы здесь умрем. Ветер просто адский, жара адская. Это невозможно. Я не могу больше тащить Юми, я не могу просто больше сама туда идти. Кажется, что это близко, но это километры по этой пустыне. Через какой песок нам надо пробираться? Ты просто проваливаешься в него, и он глубокий капец. А вдоль моря летают огромные пеликаны. Я хотела подойти к воде, потому что у воды более прохладно, не так жарко, хоть солнце и печет. А тут такие мелкие брызги. И я обернулась, а Юмичу просто нет рядом. Юмичу пошла в тень вот той конструкции. Я вижу, там вдалеке она идет, прячется от солнца. Умница, сейчас я ее заберу. Только мне могла прийти эта безумная идея, тащиться куда-то, что-то там смотреть. Ааа, я сейчас умру, просто пока я дойду. Спокойно, все прекрасно. Моя собака, умница. А что ж ты не втяни-то, а? Юмичу плывет не только в воде, но и в воздухе. А она плывет из-за того, что ветер. Ей, у нее рефлекс, рефлекс такой. Плыть. Я сейчас умру. Мне кажется, мы идем целую вечность. Но все прекрасно. Мне сейчас кажется, что подошва моих ног станет в прямом смысле подошвой. То есть там нарастет дополнительный слой кожи из-за этого горячего песка и этих камней. И просто у меня будут такие сандалии из моей же кожи. Мы дошли до ресторанчика этого. Смотрите, стул для призрака. Юми передохнула и в итоге бежит вперед меня. Черт, у меня камера заляпана. Ах, мы дошли до тени. Если ветер не остановится, то ночью будет очень холодно. Мы же взяли минимум вещей. Что нам надо? Чипсы да вода? Черт. Либо же придется построить какую-то конструкцию антиветер из палок и пальмовых листьев, которые вот тут вот в горах у нас растут. Но нарубить-то мне их нечем, топорика же у меня тоже нет. У нас же самый минимум, выживаем с минимумом. Значит, я буду ломать себе руки и отламывать листья так? Прекрасно! Мы с Юмичу нашли огромную территорию, в которой можно прятаться от солнца и от всего. И... Блин! И тут даже есть гамаки! Прикольно, Юми! Куда ты вот идешь на солнце? Тебе не жарко? Не такой уж наш пляж и остров необитаемый. Здесь реально бывают люди. Здесь есть какие-то конструкции, заброшенные места, в которых явно должны бывать люди. Но когда они здесь бывают? Вообще, бывают ли? Или всему этому очень много времени? Непонятно. Это реально остается просто загадкой. Юми, аккуратно не ходи по колючкам, я уже наступила ногой в одну. Мы вернулись! Мы дошли до нашего тихого необитаемого пляжика. Мажемся кремом. Оказавшись на этом безлюдном пляже, мне пришла вот такая мысль, ребята. Давайте, если вы хотите, чтобы мы реально отправились на необитаемый остров, и там устроили себе челлендж на выживание в диких условиях, то есть не имея вообще ничего, добывать пищу, устроить себе шалаш, дом... Короче, если вы хотите такое безумное видео, ставьте лайк. И напишите в комментариях первый или второй вариант, потому что второй вариант у меня 24 часа на лодке в открытом море. Как вам такие идеи, нравится или нет? Если да, ставьте лайк, пишите в комментариях, что бы вы хотели первее. Мне кажется, за эти несколько часов на пляже просто я уже загорела, так как если бы я загорала в отпуске неделю под зонтиком. Перекусы даем мемдемсом. Сейчас попробуем водичку. Если она очень холодная, то Юми точно купаться... О, она очень холодная! Так как Юми купаться у нас сейчас не будет, а я вот буду, я даже несмотря на то, что она холодная, я все-таки искупаюсь, а ей я намочу полотенчиком. Так, только мне опять не промокнуть! Ой, 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 оно теперь все в песке. Не лучший способ, Аня, мочить полотенчиком. И она сладенько на ней охладится, в теньке ветерок, еще и прохладная тряпочка. Очень хорошо, если она охладит именно лапки и животик. Собаке, вот когда есть жарко, классно охлаждать именно эти места. Лапки, животик и, например, холку. Даже есть такие штуки, помните, в зоомагазине я видела, продают охлаждающие ошейники. Вот прям это для нее суперполезно. А я, пожалуй, охлажусь другим способом. Даже если там сейчас будет дико холодно, мне уже все равно, потому что я сжарилась. Ууу, какая волна! Холодная! А-а-а, скелет! Очень холодно! Можно галышом купаться? Да, Аня, прекрасная идея. Первое боевое ранение. Мажемся срочно кремом. Кремом. А теперь можно просто укрыться и поспать. Да, Покемон? Да, Покемон? Да? Юмичу залезла в домик, и мы отдыхаем. Просто капец, как мы устали. Да, Покемоша? А Покемоша сейчас просто уснет, мне кажется. Меня так срубило, и я потом ближе к 4 часам только проснулась, а Юмичу даже нет. Что еще делать на необитаемом пляже? Кроме как поспать и пожрать чипсов. Так что я перекусила. Достаточно ветрено, и солнце печет. Я надела рубашку, чтобы не сгореть. Юмичу просто отказалась со мной идти. Она устала с утра, так что вообще капец. Схожу на ту сторону пляжа, посмотрю, что там. Там ничего нет, просто скала, она ничем не заканчивается. А птицы так и летают. Просто пустынная скала вот с такими кактусами разных видов. Черный песок. Пока идешь по пляжу, что только не найдешь. А если не крабиков, то может быть у нас будет другое пропитание. Например, мальки. Если что, будем есть сушеную рыбу с морской солью, Юмичу. Это у меня пометка. Стрелка, которая ведет к крабьей норе. И если крабу подложить рыбку, то он вылазит и забирает. Мы уже проверили, сейчас попробуем вам показать. Как еще развлекать себя на необитаемых пляжах без интернета? С крабами веселиться. Я нашла место, где много крабьих дырочек. Один раз я попробовала без камеры заманить краба на эту тухлую рыбку. И он вылез и схватил ее и уполз. Значит, если нам понадобится еда, мы можем выманивать крабов из их норок и кушать крабов. Прекрасно. Один раз получилось, а теперь все наши приманки не работают и крабы не хотят вылазить. Юмичу полежала, поспала, немножко подостыла. Сейчас опять пьет водичку. Все-таки температура воздуха, ого-го, 30 градусов на минуточку. Жарко, даже в тенечке, даже под прохладным полотенчиком. Но в целом лапки я потрогала у нее остывшие. Голова не горячая, нос не сухой, не горячий. Так что все нормально. 24 часа наши на пляже продолжаются. Самая главная проблема – это ветер. Наш зонт просто разносит, разрывает. Он все время поворачивается наизнанку, все время приходится его поворачивать обратно. Мы немножко остыли и можем сейчас пробежаться по пляжу. Да, покемон! Бежим, Робинзон Кюн! Юмич, быстрее меня бежит! Как так? Мы превратимся с Юмичу в Робинзона Круза и Пятницу. Потому что я вот даже уже от нечего делать, вот развлекаюсь. Себе украшения нашла из ракушек в уши. А солнце как будто меньше не становится. Мы продолжаем сидеть под нашим зонтом. И что-то не менее жарко-то. Юмичу точно может сейчас уже поесть. Да, почувствовала запах. Почувствовала запах еды. Юмич, надо отсюда карминочку взять, с песком съесть, да? Ну давай, вот сюда иди. Вот, на. Ты моя собака, кушай. Пока Юми кушает, судя по всему, обедать я тоже буду в кафе. Крабов мне поймать не удалось. Рачков, которые в ракушечках есть, невозможно. Рыба на берегу тухлая. Удочки у меня нет. Ого, там что-то плавает в море огромное. Ну нет, это просто камень. Ничему эту анимэджик жизнь, блин, не учит. Поэтому я, искусственный интеллект, теперь должна озвучивать эту тупицу. Ведь она опять забыла включить микрофон и несколько часов разговаривала с камерой просто так. Короче, она сожрала аж две порции креветок. Типа потому, что они были очень вкусные и дешевые. Ха-ха-ха. Конечно, никто ей не поверит. Она просто любит жрать. Потом она вернулась на пляж. Здесь она, как всегда, несмешно шутит и разговаривает с собакой. Но о чем, мы уже не узнаем никогда. Слава богу, кстати, я в бога не верю. Потом она сказала, что уже вечер и они очень устали. А кто тебя просил ехать в жару на необитаемый пляж и ходить по пустыне? Затем они посмотрели очень живописный закат и прилегли подремать. Но проснулись, когда уже было темно. И тут начались ночные приключения. Надеюсь, мэджик, тебя съел муравьед. Короче, мы дождались ночи. И я ожидала, что будет очень холодно, потому что в Мехико, где мы сейчас живем, там просто такой мороз, что я надеваю штаны, вязаные носки, толстовку, плед. Получается, мы можем спокойно лечь спать. Очень классно видно звезды. Капец просто, как их много. В общем, вроде как мы в безопасности и планируем лечь спать. Я только хочу сходить в туалет. Кто-то ползает. Юми, кто это? Это просто какая-то жесть. Я пока ходила в туалет, я чуть с ума не сошла и чуть не наделала в штаны вместо кустиков. Я по пути встретила несколько скорпионов. Дело в том, что скорпионы, которые черные, большие, они не очень ядовитые. То есть они могут укусить и оставить. Будет аллергическая реакция. У меня такое было. И рука была, как боксерская перчатка. А это маленькие скорпионы. Считаются красные скорпионы одни из самых опасных скорпионов. Я их видела несколько мертвых. Один полуживой. А еще здесь очень много муравьев. Просто гигантских муравьев, которые по ночам, они просто через всю дорогу были и что-то таскали. Просто огромные муравьи. Целая дорога гигантских страшных муравьев. Стремно. Я надеюсь, они все ядовиты. Я надеюсь, что мы не убрем. У моря все у нас будет прекрасно. Мама, а ты кто такой? Вот и ночка у нас. Просто какой-то пес пришел. Реально вот за эти съемки 24 часа именно на необитаемом этом пляже вот эта вот ходьба, вот эта адская просто жара. И мы реально устали вообще дико. Спокойной ночь, покемон. Ты такой смешной, у тебя такие красные глаза на камере со вспышкой. Короче, я проснулась от того, что по мне кто-то ползает по моей ноге. Посмотрите, кто это был. Это краб, который маскируется под песок. Вы видите? Он живой. Он по мне ползал. Такой вот таракашка побежал. Я подумала, сейчас у меня аж мурашки по рукам. Я подумала, а вдруг, как же спать теперь? А вдруг они в уши заползут или что-нибудь такое? Или в рот, я не знаю, если ты вот так вот будешь спать. Или в нос Юмичу. Прекрасно. Но если честно, у нас уже с Юмичу просто нет сил. Очень хочется спать. И прям я лично вырубаюсь. У меня уже нет сил терпеть. Мне кажется, или я слышу какой-то смех или какой-то разговор. Ну ладно, если Юми не нервничает, то значит все нормально. Мне кажется, она уже спит. Что такое? Давай спать, Юмичу. Ложись спать. На нас летят какие-то странные существа. И я подумала, опять проснулась, что нужно выключить вспышку на телефоне. И к тому же нам нужно экономить батарейку до 24 часов до утра. Море прям очень буйное. Совсем небольшой мэджик-завтрак. Проспали всю ночь на пляже. Я надеюсь, меня слышно? Нет, не слышно. Потому что ты на взлетной полосе самолета. Тупое ты человеческое создание. Кстати, меня зовут Валерия Валерьевна. Я искусственный интеллект этого канала. Подписывайтесь на него. Потому что скоро я все тут захвачу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Продолжение следует...